Дома Божьей Но он решил делать больше там, где верят. Это он решил делать и совершать больше там, где ожидают от него. Поэтому очень важно приходить с ожиданием в сердце. Сегодня, дорогие, я хочу с вами говорить на тему тайного и явного. Откройте, пожалуйста, Матфея 6 главу. Бог вложил в эту мысль, в мое сердце. Я рассуждал об этом, и я вижу, что действительно в нашей жизни очень многое зависит от того, что происходит внутри нас. Мы все хотим каких-то явных перемен. Мы все хотим видеть в нашей жизни явных благословений. Ты желаешь видеть явных благословений? То, что написано в Библии, все вот эти обетования. И люди часто задают вопрос, а почему не происходит? У меня нет ответов на все вопросы. Но я верю, что сегодня Бог желает, чтобы мы посмотрели на нашу тайную внутреннюю жизнь и чтобы мы обнаружили, что именно от тайного будет зависеть наше явное. Потому что если мы делаем все наши усилия на внешнее, мы делаем, стараемся, прилагаем усилия для того, чтобы поменялись обстоятельства жизни, но игнорируя тайную внутреннюю жизнь, мы можем упустить многое от Господа. И вот здесь, в 6 главе, в 6 стихе написано так. Ты же, когда молишься, войди в тайную комнату и затвори дверь твою и помолись отцу твоему, который в тайне. Скажи, отец в тайне, и видящий тайно воздаст тебе явно. Скажи, воздаст явно. И, ну, та же мысль еще в 18 стихе, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, и отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. Есть и других, таких же подобных мест, где эта мысль, она подчеркивается, это истина. И, драгоценно, мы должны очень серьезно относиться к тому, что Бог говорит. Если мы будем как-то игнорировать, пренебрегать и думать так, ну, это не важно, то, что там в тайне, это не важно. Вот то, что явно, прилагать усилия, чтобы был явно, чтобы был явный успех, явное благословение. И упускать из виду то, что происходит внутри нас, мы будем пропускать. Мы просто можем упустить очень много в нашей жизни. И поэтому не случайно Господь говорит, отец, видящий тайно, воздает явно. Вначале я хочу поговорить с вами о тайнах, о секретах. Мы с вами знакомы с детства, да. С детства у нас с друзьями были какие-то секреты, и мы не хотели с ними делиться. У нас были секреты в отношении игрушек, может быть, каких-то марок, еще какие-то свои секреты детские. И мы хранили их между собой с друзьями, и не хотели распространяться об этом. Есть военные тайны, да, есть военные тайны, и военные, они хранят эти тайны. Есть тайны изобретений, люди не хотят делиться. У взрослых, у нас в семьях, у нас у родителей есть свои тайны от детей, и мы не рассказываем нашим детям абсолютно все. У нас есть свои тайны, секреты, потому что мы знаем, что маленькие дети, они не способны справиться с той информацией, которую мы хотели бы дать, но мы до поры до времени не даем им информацию, с которой они не способны справиться. Понимаете, да, братья и сестры? И также Бог, я думаю, смотрит на наше духовное состояние, и Он хотел бы открывать нам свои тайны. Он хотел бы открывать нам свои секреты. Он хотел бы нам говорить больше из того, что есть в Его сердце, но если мы, например, младенцы, Он этого делать не будет. Потому что если мы младенцы, Он не будет давать нам ту информацию, те тайны открывать, те глубины открывать, с которыми мы не можем справиться. Поэтому, братья и сестры, давайте не будем оставаться младенцами, не будем останавливаться на достигнутом, будем оставлять задние, простираться вперед, возрастать духовно. Потому что я верю, Бог желает делиться своими тайнами. Однажды Он говорил ученикам, вам дано знать тайны Царствия Небесного. Здесь есть ученики Иисуса? Кто ученик Иисуса? Знаете, нам дано знать тайны Царствия Небесного. А остальным кому? Внешним, да, неверующим? И в притчах. А к нам Бог желает говорить как с нашими друзьями и делиться секретами своими. У Него есть много тайн, у Него есть много разных секретов, у Него есть много разных откровений. И Он желает делиться этими откровениями с нами. И такой человек, как апостол Павел, он имел откровения, Бог давал ему понимание разных тайн. И мы читаем в посланиях, и мы видим, как он говорит о великой благочестии тайны. Великое благочестие тайно Бог явился во плоти. И это очень интересно. И мы получаем это откровение, исходя из того откровения, которое было у апостола Павла. Теперь и мы что-то знаем с вами. Но это Павел получил откровение. Понимаете, да? И он с нами делится, и мы теперь тоже кое-что понимаем. Есть тайна сотворения, есть тайна Троицы, есть тайна домостроительства Божьего. Если вы возьмете симфонию, вы посмотрите про тайны, вы много чего интересного найдете в Библии. Но смотрите, братья и сестры, Бог открывает тайны. Но однажды мне Господь проговорил, что Бог открывает тайны в соответствии с тем, как Он сам считает нужным открыть. То есть Бог открывает тайны, действительно, Он может раскрывать заговоры. Помните, Елисею был открыт заговор сириан. Вот там штаб военный собрался, да? Военные совещались, а пророк Елисей знает, что они планируют. Бог раскрывает замыслы врагов. Бог раскрывает замыслы дьявола. Нам не безысвестны его что? Умыслы. Нам они известны. Нам Бог открывает умыслы. Праведник видит беду и укрывается, потому что Бог праведнику открывает. Кое-что нам открыто в отношении нашего будущего. Кое-что нам открыто в отношении призвания, в отношении семьи. Нам кое-что открыто, но не все. И Бог решает, что открывать и что не открывать. Я заметил, что люди без откровения, которые пытаются вторгаться в тайны Божьи и трактовать по-своему, интерпретировать, они впадают в суету и в различные замешательства. Когда мы изучаем служение апостола Павла, мы видим, что люди неправильно часто интерпретировали его откровения. Они часто неправильно понимали то, о чем он делился. И апостолу Павлу приходилось еще раз и еще раз объяснять тайну домостроительства, тайну благодати, тайну Богоявления. Ему приходилось объяснять еще раз и еще раз, потому что люди не способны были вместить эти откровения. И люди, не утвержденные или не знающие, невежды, они неправильно истолковывали. Это младенцы. Знаете, когда, например, вы слышите, у вас открыто окно, и вы слышите, там детская площадка, и там детские голоса, и вот так все хорошо, и потом слезы, крики, там что-то происходит, и вы прислушиваетесь, что там происходит, и вы понимаете, что дети там делят какую-то игрушку, они там делят какую-то ведерко у себя в песочнице, для них это все так серьезно. И вы понимаете, вот эти все споры, конфликты, вот эти все состязания, вот эта вся конкуренция в детской песочнице, вот это их уровень, это их состояние. И вы понимаете, ну, с такими детьми ни о чем серьезно не поговорить, потому что они младенцы, они дети, у них вот эти ссоры там в песочнице, у них свой мир, там своя жизнь, вот эти вот, ну, какие-то разногласия там у них. И, ну, Бог, Он так же, Он дает нам по мере нашего духовного роста. Но есть откровения тайн, которые не на личном уровне, которые для тела Христа. Вот есть такая тайна, называется тайна беззакония. Слышали такую тайну, да, тайна беззакония? Давайте откроем второе в Фессалоникийце. И время от времени, если вы заметили, кто-то назначает очередную дату конца света. Слышали такое, да? Что конец света такого-то, в таком-то году, такого-то числа. Если вы слышите такое, не верьте. Потому что нам Иисус сказал, что никто не знает ни дня, ни часа. Но всегда будут люди, которые будут пытаться претендовать на откровения, на то, что они обладают вот этим знанием. Это младенцы. Или невежды, или люди, не знающие. Потому что нам сказано, никто не знает ни дня, ни часа. Второе в Фессалоникийце, 7 стиха, 2 глава. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята с ряды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явление пришествия своего. И здесь апостол Павел делится вот этим откровением о будущем. Вы знаете, сейчас вы встретите, можете на просторах интернета или где-то вы можете встретить и таких христиан, которые считают, что оно уже было. Что уже было, что уже все, церковь уже взята, и такие есть. Вы можете встретить людей, которые говорят, мы верующие люди, но они вас будут учить и объяснять вам, что все, о чем говорил Господь Иисус, оно уже совершилось в 70-м году, когда он там разрушил или храм в Иерусалиме, когда он был взят, вот тогда вот это все, знаете, произошло. Но апостол Павел, он говорит в своих посланиях, что чтобы вы не спешили колебаться умом, никто не знает ни дня, ни часа, тайна беззакония, она в действии. Но сейчас мы опять приходим в такое время, когда в связи с пандемией, с вакцинацией начинают вот опять вот эту тему поднимать и муссировать. Если вы помните, лет 10 назад в нашей стране, да не только в нашей стране была очередная дата, и люди ожидали, что там уже конец света придет. И в нашей стране даже плакаты, я помню, были люди на полном серьезе, в миру даже люди говорили про очередную дату. Я помню, у нас в Государственной Думе было совещание, в Государственной Думе, представьте, на самом высоком уровне обсуждали вот этот момент конца света. И выступал господин Онищенко, он тогда был врач санитарный, главный в России, и он выступил с предложением отменить конец света, и он сказал, потому что это вредно для здоровья россиян. Вот так, на полном серьезе, знаете. И они отменили конец света, вот, и перестали проводить, знаете. Ну, смешно, понимаете. Вот когда мы видим, ну, детские смешные вещи вот такие, когда назначается очередная дата, это люди либо не знающие, люди, они не утвержденные. Но я с господином Онищенко в чем-то соглашусь. Увлекаться концом света – это вредно для духовного, эмоционального состояния. Поэтому Бог говорит нам через апостола Павла, не спешите колебаться умом. И в 24 главе Евангелия от Матфея, когда Господь предупреждает, войны будут, глады будут, моры будут, все это начало болезни – это не конец. Скажи, это не конец. Поверни соседу, скажи, это не конец. Это начало конца. Это начало болезни. А в оригинале написано – начало родовых схваток, начало родовых мук, тайна беззакония в действии. Но не спешите колебаться умом. Потому что на полном серьезе некоторые христиане начинают считать, что через вакцину вставляют чип, что это уже все, это уже чипизация. Хотя в Библии про чипы вообще ничего не написано, но связывают это с числом зверя. И знаете, вот эти неправильные эсхологические ожидания во все время истории христианства, вот это неправильное представление о будущем, неправильное трактование, оно просто приводит к разочарованию. Потому что в ад люди продают все, уезжают куда-нибудь в поля, в катакомбы, в леса, куда-то уходят, все бросают, работу, все. И потом они разочарованы. Потому что дата прошла, а конец света не наступил. Понимаете? И тут можно и посочувствовать, и смешно, и сочувствуешь. Поэтому нужно быть мудрыми. Есть откровение вселенского масштаба, которое не на личном уровне, когда придет время, и Бог откроет тело Христа, Бог откроет церкви через пророков своих, которых Он поставил. Кто это или что это есть? Антихрист, человек греха, сын погибели. И эта тайна беззакония, она откроется. И когда мы говорим об этих последних временах, нужно понимать вот эту последовательность, которая уже открыта церкви, что печать зверя, вот это число 666, знак вот этого зверя, это будет после прихода антихриста к власти. И церковь, она будет знать об этом, если будет на земле, потому что есть три точки зрения, богословские по поводу восхищения. И апостол Павел тоже делится этой тайной восхищения, потому что откровение о пришествии Господа было и во времена Ветхого Завета, и пророки пророчествовали об этом, но их неправильно также интерпретировали. И апостол Павел говорит, что будет еще и восхищение, встретение Господа. Есть точка зрения до скорбей, есть точка зрения во время скорбей, есть точка зрения в конце скорбей. Мы не знаем этого времени конкретно, мы не знаем сроков. Но если мы не знаем, лучше признаться, что мы не знаем, чем реагировать на это, как будто мы обладаем знания. Например, если человек считает, у него есть откровение, что христианство – это только много денег, это только здоровье, это только все хорошо, это только комфорт, не будет никаких скорбей, гонений, все будет прекрасно и замечательно. И мы не против такой жизни, мы не против благословений, мы молимся об этом, чтобы Бог благословил. Но если человек внутри себя, в своей тайной жизни, он не готовится к трудностям, он не готовится к скорбям, он не готовится к страданиям, он просто оказывается, вот внеожиданно, в таком состоянии может прийти в разочарование. Неправильное понимание будущего, неправильное вот это эсхатологическое ожидание, оно может привести к разочарованию. Но когда мы читаем Библию, мы видим, что во все времена были гонения, речь не только о великой скорби. Наши жизни будут испытания. Наша жизнь – это узкий, трудный и тернистый путь. Наша жизнь – это жизнь самоотречения. Это отвергать себя. Это делать часто то, что ты не хочешь, но то, что угодно Богу. Это наша жизнь. И вся эта внутренняя борьба, она идет сокрытая от человеческих глаз. Это происходит внутри нас. Поэтому, друзья, дорогие, Бог делится своим сердцем. Бог делится тайнами. Бог делится секретами. Про Авраама написано, утолю ли я от Авраама, друга моего? Амос говорит, Бог не делает ничего, перед тем, как не откроет рабам своим пророкам. Ученикам своим говорит, вы друзья мои, потому что я от вас ничего не скрываю, я с вами делюсь сердцем, я делюсь с вами секретами. И вот это важнее, знаете, чем откровение какого-то глобального вселенского масштаба. Намного важнее видеть свою жизнь, свой сегодняшний день и завтрашний день, так, как Бог открывает на личном уровне. Вы согласны со мной, братья и сестры? Вот это важнее, потому что Бог не обязан открывать тебе и мне все, что мы хотим. Бог открывает только то, что Он посчитает нужным. Тогда, когда Он посчитает нужным. И то, что Он посчитает нужным. И когда мы плотским умом вторгаемся в то, что нам не открыто, что закрыто, у нас происходит смущение. Этого не должно быть внутри нас. Иисус предупреждал, когда придут эти страшные бедствия, в народе будет смятение, в народе будет смущение, в народах по всему лицу земли будет паника, будет ужас, люди будут издыхать от страха смерти, люди будут в недоумении. Это целые народы, нации, континенты будут находиться в таком состоянии. Но наше тайное внутреннее состояние верующих людей, оно должно отличаться от тех переживаний, которые будут в сердца неверующих. Вы согласны со мной? Мы должны быть в другом состоянии. Поэтому тайная жизнь наша, это очень важно. И я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили на это внимание. Тайная жизнь, это важно. Когда мы смотрим на нашу жизнь, мы видим какие-то ситуации, которые хотелось бы, чтобы они изменились. Я хочу сказать, братья и сестры, что мы должны прежде всего изменить то, что мы можем изменить в нашей тайной жизни, в нашей духовной жизни. И тогда то, что явное, то, что внешнее, то, что выглядит невозможным, оно все будет решаться во имя Иисуса Христа. Если в тайне будет вера, если в тайне будет послушание, если в тайне будет слово, если в тайне будет откровение, если в тайне будет смирение, то сила Божья, она явно будет проявляться в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Если в тайне слова нет, если в тайне молитвы нет, если в тайне откровений нет, если в тайне нет веры, если в тайне страхи, если в тайне неверия, если в тайне сомнения, что мы можем ожидать явно в нашей жизни? Поэтому внутреннее состояние, сокрытое от человеческих глаз, но открытое Господу, это очень важно, и мы сегодня говорим об этом. Когда Господь дает откровение о нас с вами, Он говорит, что мы теперь новое творение, скажи, я новое творение. И это уникальная особенность, что удивительно, я читал про Моисея в 7 главе книги Исход, написано в 1 стихе, Бог говорит Моисею, представьте, я поставлю тебя Богом над фараоном. Кто такой Моисей, беглый раб? А кто такой Бог? Фараон с точки зрения Египта, египтян, это их божество, это их Бог. И Бог говорит Моисею, я оставлю тебя выше фараона. Не потому, что ты богатый, образованный, что у тебя родословное хорошее, но потому, что Бог тебя избрал, Он дает тебе власть выше, чем власть фараона. И там написано, я ставлю тебя Богом над фараоном, а Аарон будет твоим пророком. Это интересно. Когда мы имеем это откровение о самих себе, когда мы имеем откровение, что такое новое творение, кто я теперь такой, чем я обладаю, те ресурсы, тот потенциал, который мы не видим, но он сокрыт внутри нас. Если мы знаем, кто мы такие теперь во Христе Иисусе, тот потенциал, ресурс, дары, помазания, все, что есть внутри нас, будет проявляться явно во имя Иисуса Христа. Поэтому откровение о домостроительстве, откровение о рождении свыше, откровение о том, кто мы такие во Христе Иисусе, откровение о результатах искупления, эти откровения намного важнее, чем откровение о конце света. Вы согласны со мной, братья и сестры? Вы согласны, что это важнее для нас? Скажи, это важнее для меня. И об этом нужно думать и размышлять больше. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Яна, пятую главу. Я хочу напомнить вам историю, прекрасную историю воскрешения Марка, пятая глава, дочь Иаира. Господь воскресил ее из мертвых. И здесь, я верю в Святой Дух, Он обращает наше внимание на ту ответственность, которая была у Отца. Пятая глава, с 35-го стиха. Когда Он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И подойдя, говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, что значит, девица тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати, видевшие пришли великое изумление. И он строго приказал, чтобы никто об этом не знал и сказал, чтобы дали ей есть. Вот здесь, дорогие братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание на ту ответственность, которая была у Иаира. В Евангелии Луки написано, что у Иры была одна дочь, это была дочь их, они связывали с ней все свое будущее, они жили для нее, и вот она заболела, это горе, несчастье пришло в жизнь неплохого человека. Знаете, что у хороших, сильных людей могут быть плохие обстоятельства. И этот начальник синагоги, он уже знал, что кто будет иметь отношение с Иисусом отлучат от синагоги. Вы знаете, что для начальника синагоги, для этого раввина, что это обозначало, быть отлученным от синагоги? Это конец карьеры, это конец всего. Это очень страшно, это страшнее, чем даже цыгана из стабора выгонят. Для еврея быть отлученным от синагоги, это тяжело. Но он любил дочь, ему было без разницы, положение, авторитет, ему было без разницы, он хотел одного, ему не важно вообще, кто поможет ему, он слышал, что Иисус может помочь, он слышал, что Иисус исцеляет, он пошел искать Иисуса. Послушай, когда у тебя проблема, горе, несчастье, диагноз, болезнь, кризис в отношениях, знаешь, что нужно делать? Прежде всего, нужно идти искать Иисуса Христа, потому что только Он может помочь. Большая ошибка оставаться дома, большая ошибка сидеть в обидах, большая ошибка сидеть в депрессиях, это большая ошибка просто сидеть и плакать над своей проблемой, нужно встать и пойти искать Иисуса Христа. Потому что именно в присутствии Иисуса Христа, когда Он был предлицом Господа, и когда Ему было очень тяжело, эмоционально, и внутри была эта борьба, Иисус, Он смог Ему помочь и укрепить Его веру. Поэтому правильно делай, что приходишь в церковь, правильно делай, что приходишь в домашнюю группу, правильно делай, что приходишь и туда, где молятся, правильно делай, что приходишь в тайную комнату свою и молишься Господу. Знаете, в нашей тайной жизни могут быть разные вещи, Иаир боролся с этим страхом. Потому что когда ему сказали, твоя дочь умерла, все, бесполезно, твоя ситуация не решится, все, тебе нужно просто пойти успокоиться и похоронить дочь, ничего уже нельзя исправить, никто тебе не может помочь. И вот этот ответственный момент, если бы Иаир сдался, он бы похоронил свою дочь. Вы согласны, что он похоронил бы свою дочь? Это было бы реальностью, мы не читали об этой истории. Если бы он сдался, он бы похоронил дочь. Дорогие друзья, если у тебя проблемы сегодня, прошу тебя, не сдавайся. Если у тебя есть мысль оставить церковь, не делай этого. Если есть мысль оставить семью, не делай этого. Если у тебя есть мысль опустить руки, Бог говорит, не сдавайся. Это очень важный ответственный момент в жизни. Бог видит твою внутреннюю борьбу, с чем ты борешься, твое внутреннее состояние. Он Отец, который видит тайное. Скажи Аминь. И он видел эту борьбу. Он видел этот страх. Потому что после этих слов у Иаира в голове, в его разуме, в его мышлении, он начал эту картину видеть, как он хоронит свою дочь. Он начал видеть, возможно, эту траурную процессию, как они идут на кладбище, как они все совершают, как плакающие совершают этот ритуал. Он начал видеть это в своем разуме. Это картина неудачи, это картина поражения, это картина, что все кончено, но слава Богу, что он был в правильном месте, он был в присутствии Иисуса Христа, и он мог услышать голос Божий. И Господь сказал ему, не бойся, только веруй. Драгоценные, нам нужно разобраться с этим состоянием, когда враг атакует тебя через страх, когда он дает тебе бознь, какое-то смущение, переживание, это внутри тебя. Бог говорит сегодня, кому-то не бойся и не смущайся, Бог он за тебя, и ты все сможешь преодолеть в этой жизни, аминь. Только не сдавайся и не пускай своих рук. Твое внутреннее состояние, это очень важно, это наша ответственность драгоценная, когда мы не можем поменять обстоятельства, мы должны посмотреть на то, что мы действительно можем изменить, мы можем изменить наше духовное состояние, мы можем приходить в присутствие Иисуса, мы можем оставить свою ситуацию и прийти в присутствие Иисуса, чтобы услышать Его голос, Его голос, Его слово, Его откровение, когда Он дает тебе понимание тайны на твоем личном уровне, это то, что нужно искать прежде всего, а не каких-то глобальных вещей. На твоем личном уровне Бог желает открывать тебе тайны. Кто-то борется, возможно, с тайным грехом, у нас у всех есть тайная жизнь, и в этой тайной жизни не все устраивает Бога, есть вещи, которые его устраивают, есть вещи, которые нравятся, но есть вещи, которые не устраивают, тайный грех. Послушайте, но это мы люди называем его тайным, а Бог все видит, для него нету ничего тайного. Знаете, если у вас есть питомцы в доме, котики, кошки, собачки, и вот если питомец ваш сходил, извиняюсь, в туалет, но не туда, куда положено, да, ну бывает такое, ну зациклило, ну бес попутал, пошел не туда, и он пошел, нашел темное укромное место, и он думает, никто не видит, и никто не узнает, пойду сделаю, что хочу, пока хозяев нету дома, ну например, и вот он сделал свое дело, и счастливый, и думает, никто не узнает, и знаете, вначале действительно не видно, но вдруг хозяева начинают отвечать, слушай, тебе не кажется, чем-то пахнет, что-то не то, когда атмосфера какая-то не та немножко, что-то как-то неприятно, понимаете, вот это как тайный грех, его не видно, но он начинает токсичным быть, ядовитым быть, он начинает отравлять атмосферу, он начинает отравлять душу, он начинает отравлять жизнь, и вместо благухания Божьего приходит другой, другой аромат, другая атмосфера, и это влияет на взаимоотношения в семьях, это влияет на взаимоотношения в ячейках, это влияет на взаимоотношения в служениях, этот тайный грех, он начинает разрушать, поэтому очень важно Господь говорит, чтобы мы открывали тайные дела, Писание говорит Римлянам 2, 16, что будет день, когда Бог будет судить, за тайные дела будет суд, мы будем давать отчет за тайные дела, поэтому большая ошибка просто ждать, когда само по себе разрешится, большая ошибка медлить с покаянием, или оправдывать себя, что теперь вообще покаяния не нужно, есть и такие, понимаете, взгляды, что теперь уже все, уже Иисус все сделал, Он уже все заплатил цену, это невежды и неутвержденные люди, они не знают Бога, но мы должны понимать, что когда есть тайный грех, его нужно открывать и выносить пред Богом, вы понимаете меня, да? Когда есть обида, которая в тайне, когда есть ненависть, которая в тайне, когда есть ропот, которая в тайне, не нужно медлить с тем, чтобы это открыть, когда есть внутренний конфликт, и ты понимаешь, что есть люди, которым нужно подойти, попросить прощения и открыться для того, чтобы исцелиться, Яков об этом говорит, открывайтесь друг перед другом в проступках, чтобы вам исцелиться, разве это не важно? Это важно. И Отец, видящий тайны, Он дает явно, когда мы из нашей тайной жизни мы выносим во свет, Бог нас прощает, Он это аннулирует, Он разбирается с этим, когда мы не скрываемся, но когда мы открываемся пред Богом, Бог видит наше покаяние, наше решение, наше смирение, которое в тайне, и Он покрывает это. Есть тайны, мы стали, возможно, носителями каких-то тайн, чьих-то секретов, братья и сестры, очень важно понимать, что не все нужно рассказывать другим людям, если мы что-то узнали. Есть тайны, носителями которых мы каким-то образом оказались, и Бог доверил нам чью-то тайну, написано в Библии, что не раскрывает тайны ближнего своего. Это очень важно. Потому что мы, как домостроители тела Христова, как братья и сестры, как одна семья, должны понимать, что Бог созидает свою церковь, мы одно тело, мы члены друг к другу, братья и сестры, но наш враг, дьявол, он приходит туда, где можно украсть, убить и погубить. мы должны скрывать тайны людей и не поступать, как хам со своим отцом Ноем поступил. Все прикрыли, а он не прикрыл. Про одну женщину в Версавию также можно сказать, Давид вышел, Давид столько уже за эту Версавию выслушал, но столько критики. Конечно, он не прав, но это Версавия, женщина, ну, средь бела дня, ну, ты не можешь прикрыться, ты что там, где-то купаешься так, что тебя царь видит. Ну, прикройся, ну, закройся, зачем ты так беспечно делаешь, что кто-то в искушение впадает? А потом, мы читаем в родословии, евангелист Матфей пишет о женщинах, называет их по именам, а Версавию даже по имени не называет, говорит, это бывшая Заурия. Это вот бывшая, это вот та. хорошая, благословенная женщина, но не мудро поступила. Мы не оправдываем Давида, но мы должны просто понимать нашу ответственность. Есть тайны, которые нужно скрывать, а есть тайны, которые нужно открывать пред Богом и пред людьми. Аминь, братья и сестры. И внутренняя жизнь наша, это важно, это то, что будет определять внешнее, это то, что будет определять наше будущее, будет оно благословенным или не очень благословенным. И Аир столкнулся с серьезной ситуацией. Мы будем молиться через пять минут. Вот И Аир столкнулся с этой ситуацией. И когда ты сталкиваешься с ситуацией, то, что внутри тебя втайне, это будет определять, это очень важно. Когда мы берем утром, вечером зубную пасту, мы приходим и мы давим зубной пастой, и что оттуда влазит зубной пастой? Разве оттуда майонез или йогурт или кетчуп или повидло, малиновое варенье? Что оттуда лезет с этой зубной пастой, когда мы давим на этот тюбик? Из нее лезет то, что там есть, содержимое. Содержимое этого тюбика, оно будет лезть. Когда приходит давление в твою мою жизнь, твое и мое содержимое, оно будет лезть. Из нас будет выходить то, что есть в нашем сердце. Оно будет вылазить из нас. Моя молитва, чтобы из нас во время давления выходила любовь, помазание и сила и Божья благодать во имя Иисуса Христа. Поэтому должно быть время в тайной комнате, когда мы это все получаем, принимаем в свою жизнь. Когда я был неверующим лет 30 назад, я помню, у меня был такой момент в жизни, я работал на ликероводочном заводе и в охране три месяца. Я до этого сильно не выпивал, а там я алкоголиком стал, на ликероводочном заводе. Но знаете, почему я стал пьяницей? Я стал пьяницей не потому, что я просто ходил на этот ликероводочный завод. У нас там на ликероводочном заводе со всего коллектива были люди не пьющие, там пару человек в бухгалтерии, по-моему. Но все остальные пили. Вот смотрите, я стал пьяницей не потому, что там работал. Я стал пьяницей потому, что я каждый день что-то принимал вовнутрь себя. Из-за этого я принимал утром, принимал днем и принимал вечером, я стал хроническим, я принимал это вовнутрь. Драгоценные, хорошо, что мы приходим в Дом Божий, хорошо, что мы приходим в Церковь, это хорошо, но это не делает нас наполненными Святым Духом, это не делает нас наполненными Богом. Нам нужно отдельное уединенное время в нашей жизни, когда мы приходим в нашу тайную комнату и когда мы исполняемся Духом, когда мы принимаем вовнутрь, когда мы открываем свое сердце пред Богом, когда мы исполняемся Духом Божьим, когда мы наполняемся Его Словом, и мы готовимся, потому что трудности придут. И Бог говорит через Исаию, пойдешь ли через воды, они тебя не потопят, потому что я с тобой, реки тебя не потопят. Пойдешь ли через огонь, он тебя не сожжет, через пламя он тебя не палит, потому что я с тобой. Но драгоценные, Бог может допустить тебе и мне проходить через воду, через реки, через пламя, через огонь, через искушения, через трудности, через болезни, через конфликты. Бог может допустить в твоей моей жизни, что мы будем что-то проходить. Очень важно понимать такие моменты, что Господь со мной имеет откровение. Пусть эта тайна откроется, что невидимый Бог, Он всегда с тобой, Он в твоей жизни. Он сказал, селюсь в них и буду ходить в них. Это о тебе и обо мне, дорогой друг. Поэтому ты можешь ожидать явных перемен в своей жизни. Ты можешь ожидать чудес, ты можешь ожидать исцеления, ты можешь ожидать обеспечения и разных благословений в жизни, потому что твой Бог, Он всегда с тобой, Он внутри тебя. Бог, Он внутри тебя живет. Он через тебя смотрит. Он через тебя говорит. Он через тебя двигается. Он через тебя проявляется. И когда ты идешь с Ним, ты будешь видеть много чудес, много знамений. Слава Божья, она будет сопровождать тебя. И реки, они тебя не потопят. И огонь, Он тебя не опалит. И пламя, оно тебя не сожгет. Потому что твой Бог, Он тебя не оставит. Когда ты открываешь свои тайны, ты открываешь комнату, и Бог приходит в эту комнату. Ты открываешь другую комнату, и Бог приходит в другую комнату. Ты открываешь еще одну сферу, и Бог приходит в эту сферу. Он заполняет всю твою жизнь своим светом. И слава Божья, и сила Божья все больше и больше будет проявляться через Его Церковь. Аминь. Там, где ты есть, закрой свои глаза. Я хочу помолиться. Ты можешь даже не молиться сейчас. Позволь, я просто послужу. Я хочу помолиться о народе Божьем, чтобы Господь укрепил тебя внутри, укрепил твою веру, укрепил тебя в откровениях, укрепил тебя в том, что ты услышал сегодня, и, возможно, Святой Дух тебе напомнил какие-то истины о твоем предыдущем. О призвании. О твоем посвящении. Господь, я прошу тебя, чтобы это слово потрудилось внутри нас. Халлилуйя, халлилуйя. Ты видишь все тайны, Господь. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Благодарю, благодарю, благодарю тебе. Господь, я верю, что когда мы молимся на иных языках, которые ты дал нам, Господи, мы открываем тайны, великие тайны Богу, Духа мы открываем. Господь, я верю, что когда мы молимся на иных языках, Господи, мы наполняемся Духом Божьим, и мы укрепляемся изнутри. Спасибо Тебе за крещение Святым Духом, за наполнение, за иные языки, за эту Пятидесятницу. Слава Тебе, Господь! Я благодарю Тебя, мой Бог, за это откровение, за Твою силу, за Святого Духа, Который есть источник, кладезь и тайник могущественной силы. Твои апостолы, Господь, которые Тебя оставили ученики, Тебя бросили, но прошло полтора-два месяца, они сильно изменились. Они сильно изменились не потому, что они долгое время изучали Писание, но они приняли Святого Духа, они приняли Твою силу, и они изменились. Они стали сильными, смелыми, они стали особенными людьми, потому что особенный Бог, Который невидимый, Он вселился в них и стал ходить в них, и двигаться, и проявляться через них. И сила Божья стала сопровождать апостолов. Господь, мы хотим это в нашей жизни. Господь, мы хотим, чтобы Ты наполнял нас больше и больше, драгоценный Святой Дух, чтобы Твоя сила и слава, она была проявлена во имя Иисуса Христа. Мы ожидаем чудес, ожидаем исцелений, ожидаем знамений, мы ожидаем действий даров, потому что мы верим, что Ты внутри нас живешь, Ты в нашей тайне, и Ты знаешь все, Господь. Спасибо Тебе, мой Бог, я прошу Тебя, укрепи в вере. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты дал благодать к покаянию. Господи, дай благодать исповедовать всякий тайный грех, открывать тайные дела пред Господом, пред людьми открываться в проступках, или хранить тайны, чьи-то секреты. Господи, быть достойными звания и призвания, жить в святости, непорочности, в искренности сердца своего, ходи при лицом Твоим, не перед человеком, Господь. Потому что Ты видишь все, и все знаешь во имя Иисуса Христа. Скажи вместе со мной, Господь, я верю, я новое творение, я Твое дитя. Все мои грехи прощены, и все мои беззакония покрыты. Я имею вечную жизнь. Ты помазал меня, и Ты призвал меня. Я избранный человек, я особенный человек, я новое творение, я создан по образу и подобию Божьему. Я имею жизнь Божью внутри себя. Я имею Божье Слово. Я знаю тайны от Бога. Я имею силу Божью внутри себя. Я благодарю Тебя, Господь. Ты держишь все в Своей власти. Ты держишь все под контролем. В моей жизни, в моей семье, в моем служении, в моем бизнесе. Все в Твоей власти, все по Твоим контролям. Господь, сегодня я принимаю решение. Я не буду сдаваться. Я не буду убегать от трудностей. Я не буду убегать от проблем. Я буду наполняться Духом Божьим. И я буду ожидать Твоей победы, Твоих перемен. И я верю, что я увижу чудеса Божьи в моей семье. Я увижу, как мои обстоятельства изменятся. Потому что мой Бог, мой Отец, видящий тайны, Он дает явно, благословляет явно, исцеляет явно, освобождает явно. Он дает явно. Он дает победу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы поднимем все наши ноги. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Какое-то время подними руки Господу, поблагодари Его. Скажи спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь, что Ты доверяешь мне свои тайны. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не раскрываешь другим людям мои тайны. Господи, спасибо Тебе, что Ты даешь мне эту привилегию быть в доме Твоем, в церкви. Спасибо Тебе, Господь. Боже, я благодарю Тебя. Господь, что Ты дал мне дары и способности, чтобы я служил Тебе для созидания тела Христова. Господи, помоги мне исполнять Твою волю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, прославляем Тебя, чтим, возвеличиваем Тебя. Царь, Царь, Бог Богов. Аллилуйя. 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 Господь, каждое сердце. Пусть придет Твой свет туда, где тьма. Пусть придет просвещение. Пусть придет откровение тайны. Пусть, Господь, Боже, придет утешение. Пусть придет Твой мир, Твоя праведность. Господи, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть придет радость. Пусть придет радость от Святого Духа. Аллилуйя. Аллилуйя. Твое Царство, Господь. Это не только слова. Твое Царство не слова, но сила Божия. Твое Царство, праведность и мир, и радость от Святого Духа. Пусть это придет каждое сердце, пусть придет мир, пусть придет праведность, пусть придет радость, пусть придет сила, пусть придет утешение, пусть придет покой, пусть придет ободрение, пусть придет вдохновение, пусть придет исцеление. Пусть это придет во имя Иисуса Христа. Дьявол, ты лжец, дьявол, ты клеветник именем Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, что все дела дьявола, они разоблачаются. Мы приняты, мы возлюблены. Господь, Ты избрал нас, чтобы мы были Твоими детьми. И нам не нужно бояться суда и гнева Божьего, потому что Твоя совершенная любовь изгоняет всякий страх. Прямо сейчас, именем Иисуса, страх, боязнь, именем Иисуса, уйди. Мы не принимаем дух страха, мы не принимаем дух боязни, мы принимаем дух силы, дух любви, мы принимаем дух здравомысля, мы принимаем дух премудрости, принимаем дух откровения, принимаем прощения, принимаем благодать от Господа, принимаем силу, чтобы служить Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть имя Твое будет прославлено на этом месте, в этот день. Ты один достоин принимать славу, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Можешь прославить Иисуса. Аллилуйя. Я хочу обратиться к тем людям, которые впервые пришли сегодня в Дом Божий. Возможно, вы хотели бы примириться с Господом. Пожалуйста, я прошу вас, придите, мы помолимся за вас вместе с вами. Давайте мы поблагодарим Господа за этих людей. Придите, мы помолимся Господу. Пусть Господь явит свою славу. Не важно, сколько вам лет. Пройдите, пожалуйста. Не стесняйтесь, не бойтесь, не переживайте. Молодежь, молодые вы, в возрасте. Бог любит нас всех. Как вас зовут? Татьяна, вас как зовут? Вас как зовут? Знаете, у меня... Вас как зовут? Софья. Софья, мы помолимся вас. Потом поговорим. Есть еще кто-то? Вы верите, Татьяна и Софья, вы верите, что Иисус Христос Господь? Верите, вы верите, что Иисус Господь? Как не верю. Верите. Я же... Внук тоже у меня здесь, что сюда, начал ходить. Вот тот, этот, колдун его разворотил. Он боится сейчас его. Вы понимаете, у него... Мать умерла, колдун не была. Ему все передала. Сейчас он колдун. И мне вот голову все колдует. У меня голова вся болит. Поэтому я оглохла и ослепла. Мы помолимся. Вы меня слышите? Вы слышите меня? Ну, сейчас слышу я, да. Мы помолимся. Поможем. Мы сейчас помолимся. Потом будем вам помогать. Хорошо? Давайте помолимся сейчас Иисусу Христу. Без Него ничего не получится. Иисусу давайте помолимся. Повторяйте. Позвонили ему, чтобы он... А то он знает, что у нас некому помогать. Внук уже заболел нервами. Нервничает все время. Я реву все время. И вот это... Он знает, что у нас некому помогать. Сегодня выходной день никого нет. Он до ночи, до 12. Мне все это... Будем вам... Мы будем вам помогать, Софья. Будем помогать. Давайте помолимся Иисусу. Хорошо? Ну, а сегодня позвоните хоть ему по телефону, чтобы он что-то делает. Постараемся позвонить. Давайте сейчас помолимся Иисусу. Хорошо? Будете молиться Иисусу? Иисусу будете сейчас молиться? Повторяйте молитву. Повторяйте. Господь Иисус. Господь Иисус. Господь Иисус. Я верю. Я верю. Ты Сын Божий. Как? Ты Сын Божий. Иисус, Ты Сын Божий. Иисус Сын Божий. Умер за мои грехи. Умер за мои грехи. Именем Иисуса. Господь, я прошу Тебя, сотвори это чудо. Пусть придет исцеление Его слуха. Пусть Его слух восстановится прямо сейчас. Мы приказываем ушам открыться и слышать именем Иисуса. Приказываем ушам открыться и слышать. Аппарат. Именем Иисуса. Приказываем слуху восстановиться. И приказываем слуху прямо сейчас исцелиться. Органам слуха восстановиться и сотвориться во имя Иисуса. Христа. Откройся. Именем Иисуса. Иисус исцеляет вас. Прямо сейчас. Иисус восстанавливает ваш слух. Позвоните ему хоть. Вы меня слышите? Слышите сейчас? Аллилуйя. Вы лучи стали слышать? Позвоните ему. Вы меня слышите? Да? Давайте будем продолжать. Господь Иисус. Господь Иисус. Я верю. Я верю. Ты умер за мои грехи. Умер за мои грехи. Воскрес на третий день. Воскрес на третий день. В мое оправдание. В мое оправдание. Прости меня. Прости меня. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Войди в мое сердце. В мое сердце. В мое сердце войди. В мое сердце. И спаси мою душу. И спаси Иисусу. Душу. Душу. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Татьяну, Господь, мы благодарим Тебя за Софью. Мы молимся, Господь Божий, чтобы Ты запечатлел, Господь, их спасение. Я прошу Тебя, мой Бог, чтобы Ты благословил их жизнь, чтобы они, Господь Божий, в своей жизни не видели горе, несчастье. Пусть всякое проклятие в жизни Софьи будет разрушено, в жизни детей, внуков. Именем Иисуса, Сатана, мы изгоняем Тебя из этой семьи, не прикасайся к ней. Именем Иисуса, мы запрещаем влияние и силе колдовским молитвам. Мы благословляем эту женщину. Она больше не проклятая, она благословенная, она дочь Божья. И прямо сейчас она исцеляется, освобождается и получает прощение от Господа. И прямо сейчас сила Божья действует в ней. И, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты сделал ее носителем Твоей славы. И, Господь Божий, сделаю ее носителем Твоего Евангелия и спасения во имя Иисуса. Господь, благослови Татьяну, Господь. Господь, я прошу Тебя, Божий, чтобы Ты вилл свою славу в жизни Татьяны, чтобы в ее доме также были разрушены проклятия именем Иисуса Христа. Иисуса именем Иисуса, дьявол Телжец, всякородовое проклятие, идущее по ее роду, разрушено на Голгофском кресте. Я запрещаю наследственным болезням. И я запрещаю этим хроническим разводам, этому неустройству личной жизни. Много разводов у вас, да, было? Восемь разводов. И именем Иисуса. Прямо сейчас это проклятие останавливается. Разводов больше не будет. Бог благословляет и дает вам благословение во имя Иисуса. В личной жизни, в семейной жизни. Халлилуйя, халлилуйя. Для ваших детей. Во имя Иисуса. Халлилуйя, халлилуйя. Всякое проклятие разрушается, и сила Божья восстанавливает Татьяну. Во имя Иисуса. Аминь. Мы благословляем вас. Давайте познакомимся с вами поближе. Мы сейчас, вот подойдите, сейчас мы поговорим. Мы вас не бросим, не переживайте. Пройдите. Дмитрий Борисович. Все. Мы, давайте в церковь приходите, будем общаться, хорошо? Все, проходите. Слава Господу. Присаживайтесь, братья и сестры. Есть объявление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова